Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 787. Событие дня. Евангелие от Матфея 24.4. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не престил вас за 8 февраля 2018 года. Сегодня у нас 9. Андрей Александров, спасибо за посылку и за стих... За посылку? Где посылку? За ссылку. За ссылку. И за стих про терпение. Вспомнилась сразу одна история. В 1952 году юная Флорис Чедвик окунулась в воду Тихого океана с острова Каталина близ Калифорнирского побережья. Полной решимости доплыть до материка. Она уже была первой в мире женщиной, переплывшей Ла-Манш в обе стороны. Погода в этот раз была прохладной. Над водой висел туман. Девушка едва могла видеть лодки, плывущие рядом. Тем не менее, она плыла 15 часов. Когда плавчиха просила поднять ее на борт, ее мама, плывшая в лодке сопровождения, уверяла, что цель близка. Наконец, измотанная физически эмоционально, девушка просто перестала плыть. Ее достали из воды. Очутившись на борту, она узнала, что до заветной цели оставалось меньше, чем полмили. Во время пресс-конференции на следующий день она сказала, «Я видела только туман. Думаю, если бы я видела берег, то доплыла бы». Какой важный пример. «Подчас и мы сдаемся в испытаниях, когда избавление так близко. Забывая слова Писания, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Первое Коринфянам 10, 13. Вот эти события дня на каждый день, я не знаю, у кого есть или нет такое подробное, но поучительно очень даже, надо цель видеть, цель. Я делаю это для Царствия Божия, я это делаю во славу Христа. Все не имеет значения, тебя режут, жгут, грызут. «Потому что видим вокруг только туман, обстоятельств, а не берег Божьих обетований. Ходим видением, а не верою». Второе Коринфянам 5, 7. «Христу и апостолам удавалось переносить тягчайшие испытания и оставаться верными в тягчайших обстоятельствах, именно потому что они видели дальше окружающие их действительности, глазами веры, а не плотским зрением». Отец, ну борщ... Борщукова, Бухваря пропускает и все. «Отец, эта неделя будет о страшном суде. У тебя есть тема, как антихрист будет приличать православных всевозможным множеством икон, мощей, святых мест и так далее. Пришли ссылку». Игнатий Лапкин. «Это есть в проповедях, а их сохранившихся только 1136. Не найти, легче заново сказать». Отец Наум. «Там была такая мысль, что все чудотворные иконы будут доступны в храмах и мощи, чтобы народ им поклонялся, им, а не Христу». Это у меня он услышал проповедие, но я уже не смотрю. «Рустам Мирова, помолитесь за меня. Я контуженный. У меня мозги неправильно работают. Мне из-за этого сложно исполнить слово в точности. Раньше меня Бог избавлял от этих уз. Ваша молитва-то дойдет точно, а моя нет. Наверное, в совести прожженный сильно». Сергей Игнатов. «Мир вам, утреннее правило начинаю своими словами, а потом молитву продолжаю с братьей по видеороликам с нашим наставником во Христе с земными поклонами. Как Роман-малыш, есть ли плоды покаяния у него, за кавычках труды, на пользу духу лжи? Вернулся он обратно в свето-анфимонекомедийскую общину?» Игнатий Лапкин. «У меня очень много было изъято и уничтожено органами КГБ. Потом мне хвалились, что во дворе Алтайской краевой прокуратуры горели две большие кучи из конфискованного у меня, а тысячи катушек с записями религиозными были детства жены в котельной завода изделий каких-то. Я потом туда съездил, но указанного в документах уничтожения изъятого не было, такого у них кочегара и иное. По всей вероятности, растащили, разворовали, а потом списали. Это все было записано следователем краевой прокуратуры Курьят Владимиром Кузьмичом. Вскоре он едва ли дожил до 50 лет, умер. Акт вандализма. Это так назвал полковник прокуратуры по надзору за законностью Красноперов. Там были у меня приплетены письма с фронта Великой Отечественной войны моих родных дядьев, маминых родных братьев, Макаров, Филарета и Муниила Чунаревых, которые, когда их отца, нашего дедушку Чунарева Егора Иларионовича, выбросили с этими детьми среди зимы на улицу при раскулачивании. И вот эти в одном экземпляре письма, сложивших в свои головы у родинных лафетов, как было сообщено, сожгли. Но кому же мешали эти дорогие нам письма? Так что фотографий мало осталось и в послевоенное время. Моя была одна, где-то во втором классе учился, когда в деревню приехали фотографы, а потом уже в десятом классе. Но их надо найти и сосканировать. Так вот, видишь, где-то они у меня вот здесь в ящике лежат. Это вчера попросил, один человек сейчас работает над этим, составляет. И чтобы у них это, Виталий Колеников. Ну вот, надо искать. Они есть в моих книгах, эти фото. Вот придет с работы у Игоря Дыборова Никита Колесникова, и он поможет мне найти и сосканировать, что найду. И тогда можно будет вам выслать. Часть фото есть у моей сестры Евдокии в Томске. Евдокии. Евдокии. То в Томске. Но это далеко, и не дождаться. Так, вчера пришли с работы наши братья в лоде Никита, и я им дал прослушать вами начитанное мое стихотворение о терпении. И никто из них не смог по голосу определить, кто так читает. Тогда сказал им, что этот человек жил с вами. Тогда они догадались, что это ты. Я Никите предложил также начать оформлять 4124 вопроса ко мне и ответы мои. Это все на нашем сайте. Но Никита забоялся или понял, что ему с таким выражением не начитать и не взялся. Сергей Игнатов. «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, и если угодно воле Твоей святой, то прости их согрешения, вольные и невольные, и со святыми упокой». Архимандрит там умер, они оповестили, и вот так отвечают. «Христос посреди нас есть и будет. В нашем сообществе слово «чат» больше не употребляй, когда есть русские слова. Каждый из нас может поделиться сокровенными мыслями, наблюдениями, воспоминаниями, задать интересующие тебя вопросы, дать оценку событиям и так далее. В нашем форуме царит добродушие друг к другу, единомыслие, хотя бывает изредка разногласие, которое заканчивается примирением сторон на основании Святых Писаний. Поэтому совершенно правильно поступил руководитель нашего сообщества, когда поставил условием участия в занятиях по исследованию Библии, по толкованию святых отцов. Это метрофана грека. Грека. «Что он будет, пока ничего писать и говорить, ибо все его деяния, как показала практика, вызывало острые с ним дискуссии. Молчать на его выпады и заявления было нельзя, чтобы не возникло мнение о нашем согласии с его спорными, а то и добрыми суждениями, а переубедить одержимого в чем-либо человека порой невозможно, если в него селился нечистый дух. Такого человека можно либо ограничить в свободе действий, или объявить его не братом, чуждым нам по духу, человеком. Сегодня мы молимся за романа малыша, которого добротит Господь на путь истины. Молимся, кто знает, за Нину, которая, будучи в сетях сатаны, занимается на работе в коллективе ворожбою. Молимся за метрофана, чтобы Господь вразумил его. Молимся за всех ближних и дальних. И как-то так получается, что на страничке нашего сообщества весьма своевременно появляется систематизированная подборка документов о молитве святых отцов, которые собрал и привел в свои книги к истинному православию Игнатий Тихонович Лапкин. Сколько он пережил свои жизни на пути Господнем, сколько вместил в себя божественной мудрости, которую передал, их продолжает передавать тысячам и тьмам тысяч людей. Хвалите Бога во святыне его. Солом 151. Невидимый окон Господь познается в его творении, как и сатана в своих клеплевелах. Дай нам Божью мудрость, чтобы отделять Господнее зерно от плевел, хотя бы последнее было завернуто в привлекательную упаковку. Слово доброе читать спорное. Не знаю, здесь о чем, а мне лещ идет. Я сейчас... Ну ладно, тут это... Потом можно будет дальше. Евгений Трапко. Я хочу предупредить Игнатия Тихоновича о том, что Алекс Сват внимательно следит за беседами в скайпе. Потом он вводит имя в поисковике в скайпе и выходит на связь с суббеседником Игнатия Тихоновича с целью отвратить от православной церкви. До этого было. С Америки один такой же вот был и говорил. И вот этот говорит. Почему они не идут на добрый запах? Вот сегодня я выставил утром 17 роликов. Или 16. Ну еще один выставится. И каждый день. Вчера 18. И все из златоустом, они ничего не видят. И главное, людей где еще? Так ко мне залазят. Меня дома нет, когда они залазят. И чтобы я фамилию не называл. Боялся, как зверей. А почему? Да потому что ничего не делает. Отель Олег. А что он? 130 килограмм весу. Разожравшийся хряк. Так бы назвал кто-нибудь. А почему свиня не выдерживает Ладана? Вот интересно. Собака, кошка, нужды нет. А это не может. Но что интересно. У них хороший нюх. Я не знал. Прочитал, что свинья. У них вот у собаки в среднем нюх, ну запах ловит в 12 с половиной тысяч раз лучше, чем у человека. А у свиньи лучше, чем у собаки. А что она выискивает? Горязь. Вот интересно. Так вот, когда подумаешь, посмотришь на жирного человека и сразу подумаешь. Свинья с хорошим запахом. А что? Нажрать все. Больше ничего нет. И он заходит, он узнает. Это узнает и все. Вы верите? Да, это так и есть. Так и есть. Но они не видят, что это скоро кончится. Так он вышел на связь с Александром Андрусенко и фактически помог ему выйти из православия. В свое время он вышел на меня, пытаясь отвратить от православия, направить баптистам ему подобным. Вот это Евгений Трапко из Израиля пишет. Я был месяца четыре у них на занятиях. Там же присутствует и Владимир Скок, знакомый мой с Игнатью Тихоновичем. Роковым решение выйти из группы заставило меня то, что никто из них, в том числе и совращенный Александр Андрусенко, также и Алексвад, не исповедует Святую Троицу и не кийский символ веры. Вот куда зашли уже. Это уже юридики стопроцентные. Опросили всех участников, исповедуют ли они Святую Троицу, ответ был отрицательным. То есть они собрались, все отдельно, запах нашли друг друга. Я когда уходил, как тот человек, я говорю, да ты один не будешь. Нет, я один буду. Я не хочу никому. Ничего, обязательно. На другой день уже в другом месте. Я незамедлительно покинул их группу в скайпе. И через месяц принял святое крещение православной церкви в Иерусалиме. РПЦЗМП. Это русская православная церковь за рубежом московской патриархии? Ну да, которые соединились. Понятно. Игнатий Лапкин, 2 Тимофея 3.9. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Да. Солом 48.14. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Мой ответ, я ничего больше не добавляю. Евгений Трапко. Также Олег Сват вышел на связь в скайпе на Игоря Струца из Белоруссии, некогда принявшего к святое крещение в Потеряевке. Последний раз, побывав в группе Олега Свата, я застал Игоря Струца на общении в группе Олега Свата. Фамилия какая, сватная, интересная прямо эта. Игорь Струц в последнее время не заходит на занятия к Игнатию Тихоновичу, а раньше заходил. Ну что, ловить я буду ходить. Он принял крещение, определит сам себя, взрослый мужчина. Это вещь сейчас определяется, это не то, что там. И что он там найдет, когда они богохульники, юритики. И он там, у них сидит сколько времени, это означает, он уже разложился полностью. Там даже близко не прошел бы от зловония, который издает их, вот это, что говорят, троицы нету. Это семь вселенских соборов попрали. Так, где же он? В группе Олега Свата, вопрос, Сергей Игнатов. Мир вам участники нашего сообщества... Не надо щад говорить, а сообщество? Сообщество исследует не только святые писания, но учатся аргументированно во свете Библии, по толкованию святых отцов и канонов вселенских соборов отстаивать свои суждения. В этом и других вопросах мы очень счастливы, ученики. Потому что с нами пребывает религиозно талантливый учитель и наставник во Христе. Он не принимает в свой адрес ни одного слова похвалы, потому что все делает по благодати Святого Духа. Написает 43 тома интереснейших, познавательных, полезнейших книг, по самым разным вопросам истории православной церкви прошлых веков и современности. Выпустить почти 9 тысяч видеороликов... 9... Почти... Да не почти, а 9 тысяч 600! ...которые с интересом смотрят сотни и тысячи людей. Воспитать православий на вере сотни, если на и тысячи людей. Не под силу человеку, если с ним не будет Бог. Поэтому меня удивляет, что находятся духовно ослепленные люди, которые в упор не видят громадного труда помазанника Божия и пытаются спорить с ним или оклеветать его личность, как это делала канувшая в лету безбожная советско-коммунистическая власть. Он, как написал о себе знаменитый русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, при жизни возвел себе памятник нерукотворный, но в силу своей личной скромности и аскетизма равнодушны к славе и поношению своей персоны. Слава Богу за то, что Он опосылает своему народу святых угодников, и как мы должны благодарить Господа, что имеем счастье с ними общаться при их земной жизни, как общались с Христом Его ученики. Да продлит Господь дни жизни наших, ныне здравствующих наставников и Христе, и разум их сохранит, а лживые уста нечестивых людей заградит. Аминь. Андрей Побежан пишет. Спаси Христос. Роман Фруликов. Что это? Там выставили какой-то ролик. Что это? Евгений Трапко. Иерусалим. Экуменические рождественские поздравления 2018. Присутствуют греки, армяне, католики, копты, эфиопы православные. А вот русского начальства русской духовной миссии, московской патриархии и РПЦЗ не присутствует, а именно архимандриты русской духовной миссии. На этих встречах нужно всем пожимать руки и три раза в щеку целовать, в том числе и католикам. Вопрос. Почему не присутствуют русские архимандриты МП и РПЦЗ на встрече? Если и так знаем, что РПЦ и МП в лице патриарха вступают в экуменические встречи с целованиями. Может быть русские архимандриты не прибыли, потому что не могут переступить грань? Черту, когда в открытую надо целоваться с католиками. Но целоваться с Бритом каким-то, ну что это, прям и куда не годится. Архимандрит РПЦЗ МП, который меня крестил, не пришел бы на эту встречу. Так он открыто мне говорил, что он против экуменизма и что патриарх Кирилл глубоко заблуждается, пытаясь соединяться с католиками. Сергей Игнатов. Мир вам. Побежану Андрею радоваться Евгению Трапко шалом. А всем спаси Христос. Желательно было выставлять не просто ссылки на произведения композитора Рахманинова в исполнении профессионального церковного хора, или приветствия высокопоставленных иерархов Армянской Апостольской Церкви и их высокопоставленных гостей из других христианских церквей на понятном им языке. Ну и давать свои комментарии к видеороликам. То есть, что полезного и поучительного в них мы найдем. А то получаем прямо-таки котов в мешке. Развяжи, то есть посмотри, послушай, определишь, к чему прикоснулся. Прослушав пение хора на музыку Рахманинова, вспомнил ответ внешне похожего на католика и масона, профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова, который резонно заметил, ходят ли прихожане в храм слушать концерт профессиональных певцов или принести Богу свое покаяние, излить прошение, благодарность и воздать своему Творцу славу и хвалу. Что делами первые христиане в доме молитвы, мы знаем из деяний святых апостолов, пили псалмы, воздавали Богу благодарность, прославляли Его, слушали Слово Божие, и никто из посторонних не смел к ним пристать. Сегодня церковный хор, притчт, живет как некая каста, отделенная от основной массы прихожан, пассивно слушающих песнопения и псалмы. А когда удается, то мысленно вместе с ними помолиться, повторяя их слова, если понимают их на церковно-славянском языке. Если хор поет на высокопрофессиональном уровне, то это остается на долгое время в памяти. А то, что не понимаешь по ремии, послания апостолов на славянском языке, то это воспринимается сегодня как должное, то есть церковно-славянском. И никто не спросит у священника, что звучало во время чтения Ветхого Завета, псалмах и посланий апостола. Как приходим в храм, так и уходим, не просвещенные Словом Божиим. Но все наполнены незриво Божьей благодатью и благодарностью к певчим за их профессионализм. Слава Иисусу Христу! Мистический смысл богослужения священники зачастую своим прихожанам, как отец Андрей Ткачев, не разъясняют. Про него надо читать в книжках, а они не так интересны и полезны, как исследования священописания по толкованию святых отцов. Что же касается благолепия дворцов и палат, в которых живут и трудятся во славу Божию епископы церкви, встречая подобных себе ярахов, то то же самое мы наблюдаем у высокопоставленных чиновников и олигархов. Этим сегодня никого не удивишь, но я лучше буду спасаться под сенью Господа в скромном жилище и общении с мужами и братьями во Христе в поселке Потеряевка и слушать не приветствия и поздравления епископов друг другу, а Слово Божие из уст нашего Учителя во Христе. Аминь. Сергей Игнатов, спаси Христос. Шалом Евгении за комментарий. Евгений Трапко. Братья Сергея Игнатов, я разместил комментарий и впредь стараюсь всегда оставлять комментарий и пояснение к нему, почему выставил здесь в группе по твоим просьбам, прозвучавшим ранние днями. Спаси Христос. Сергей Игнатов, спаси Христос. Разместил. Добрый плотник. Псалтирь 1747. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего. Исайя 42, 13. Господь выйдет, как исполин, как муж брани и возбудит ревность. Вас зовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Благодарю вас за понимание. Я не за молчание. Ефесянам 4, 27. И не давайте место дьяволу. Спаси Христос. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Вот ссылка на видео номер 5. Пожалуйста, проверьте, все ли вас устраивает звук и содержание. Только исходник видео у вас на канале не нашел. Увидел у Михаила Кальмаева. Взял у него. Спаси Христос. Он от него взял, а Михаил-то взял от меня, но не нашел исходник. То есть первоначальный, как это я на собрании говорил. Евгений Трапко. О чем он говорит? Говорит, значит, потом я вернусь сюда. А вот о чем говорит. Смотри. Так. Где-то здесь вот оно. Вот он берет там мое и выставляет. Там есть звук. Пророк Исайя. Вот. 24 глава, 6 глава, 5 стих. От края земли мы слышим песни. Слава праведному. Хорошие слова. А больше нет? Слово «зло» пять раз повторяется в одном стихе. Увы мне, увы мне, злодеи злодействуют. И злодействуют злодеи злодействуют. Больше нет в Библии такого выражения. То есть здесь, я не знаю сколько, ну, не две минуты. Сейчас я посмотрю примерно даже сколько. Тут, оказывается, он ничего нигде не брал, только с одного места взял. Катуре не встретишь. Отлучать эпидемию вообще никого нет. У нас, говорю, 20% уходит. Ну, примерно 18 минут. Это наша девушка. Вот из собрания, то есть после богослужения выше собрание прошло. Я пригласил ее к себе. Знаете, она тут ходила, пела, там училась в хор. И там один из семинаристов стал на нее обращать внимание. Я ей тогда все это рассказал. Показал, кого они там выпускают. Какие они есть. И что дальше будет. Вот он тогда это взял отдельно, выбрал молодец. Вот видите, как и вперед идет. Дальше. Евгения Трапко. Ответ тут ясно показан. Пример конфеты наглядно показывает. То есть они переписываются между собой. А я все это взял себе. Вижу, что в этом польза есть. Вот когда женщина открытая или завернутая в одежду. Это как конфеты, говорит. Пример конфеты наглядно показывает. Завернутая конфета означает, что она чистая внутри. А без обертки, что везде могла бы поваляться и испачкаться. Конфетка. Я бы тоже взял из корзинки конфету в обертке. А конфету открытую оставил бы в корзине. Пример очень наглядный. Лучше, чем объяснение тысячи слов. Наталья Усатая. Это из Германии одна пишет. Одна мусульманка из Дамаска с покрытой головой, в джинсах даже, посмеялась надо мной, что я ношу платок. С какой-то ненавистью и завистью, что на вид я оказалась лучше, чем она. Ох как. Сосуд чистый может быть тогда, когда в нем живет Христос и молитва идет. Трапко. Наталья, как давно вы стали покрываться? После знакомства с Игнатием Тихоновичем, такое ощущение, что вы еще не привыкли к покрытию головы, как мужчины, только что начавшие отращивать борду и еще не привыкшие к ней. Наталья Усатая. Он объясняет для детей мусульман, но по-крестьянски они не понимают, что такое непристайная молитва и разговор с живым Богом. Я в России носила платок и мать моя, и сестра. После переезда сняла и только когда шла в храм, покрывала голову. А после первого разговора с Игнатием я сразу одела платок. Для меня не было сложности его носить, мне наоборот нравится. Но значение для чего нужна, это не только, чтобы быть пыльной и грязной, чтобы была молитва. А у них внешне не соответствует внутреннему. И все с сигаретой, или они говорят, сигарета харам, а колян вкуривать не харам, искупаются. Три слова скажут и все, он чистый и святой. Я когда им тут говорю о их благочестии и целомудрии, они ничего не могут сказать. Краснеет и удивляется, думает, никто ничего не знает. Трапко. Это своего рода притча о конфетке. Христос, учитель, наш тоже говорил притчами и потом изъяснял их. Сергей Игнатов. Миром в книге для слова Божия не тут с Игнатием Тихоновичем Лапкиным, когда он за благовестие страдал от безможной коммунистической власти в колонии для преступников, есть слова попавших туда двух молодых парней, которые, будучи в секте так называемых свидетелей стражевой башни, отказались в армии от присяги, были за это осуждены. О них он сказал, что хотя они сектанты, но жизнь у них чистая. А ведь ли на самом деле, по своим морально-нравственным качествам, знакомые мне сектанты превосходят тех, которые называют себя православными. Да и в тюрьмах их почти нет за совершение преступлений. Наталья Усатая. Он не говорит, что это знамение для ангелов. Есть молитва, и женщина имеет власть над своей головой. Они же и в джинсах. Евгений Трабко. Все эти рассуждения напоминают мне некоторых неправославных, так называемых евангельских христиан, которые рассуждают так. Мол, не важно так называемое внешнее благочестие в одежде и так далее. Важно, что сердце внутри. Так рассуждают те женщины, которые не хотят покрываться. И также мужчины, которые не хотят носить бород. Мол, борода – это все внешнее, и без бороды спасаться можно. Понимаете, в какие еретические бредни залезть можно? Внутреннее отображает и внешнее. А те, которые кричат о своем внутреннем благочестивом состоянии, а внешне не изменяются, все так же безбородые, все так же непокрытые. Да будет анафема – отлучение от церкви, подающим соблазн ко греху. Наталья Усатая. Он больше беспокоится, как бы дочь не опозорила дом отца. Они страшно боятся мнения людей, а о спасении души дочери нет. Что лучше, согрешить и иметь покаяние? Или отрешение от Христа только без покаяния? И монахи покрываются. И внешне смотришь на них и внутренне. Думаешь, вот какие святые. Мол, мы в миру не спасаемся, а они – да. Евгений Трапко. Он не говорит, что это знамение для ангелов. Есть молитва, и женщина имеет власть над своей головой. Есть толкование Климента Александрийского, 2-3 век, который говорит, что ангелы – это епископы церкви. И в откровении пишется ангелом на иврите «малах». Делатель, работник, служащий «малаха». Работа, производство промышленное. То есть нужно женщине быть всегда покрытой в церкви, на молитве, чтобы даже и не устыдить своего епископа или пресс-фитера, предстоящего пред Господом в церкви. Я могу принять пример Потеряевских и другим. Советую. И как учит отец Игнатий и о платке. Так соблазн дашь православным и убегут к ним. Вот смотри, это надо знать, что Климента Александрийского, ты понимаешь, что это люди считают как право. Так, Трапко. Малахов. Получается, еврейская фамилия. Везде евреи скрываются в России. Андрей Побежан. Мир вам, братья. Вот выкладываю в высокостудийном качестве сборник, от которого у меня слезы на глазах, и страх Божий появляется. Евгений Трапко. Ссылка. Мусульманин говорит, кавычка, христианке. Если женщина не хочет покрываться, пусть бреется. Так учит ваш апостол Павел. Неужели теперь нас будут учить мусульмане и изъяснять нам наше писание в отношении благочестия и нравственной жизни? Неужели не стало больше учителей в церкви, учащих, как нам должно жить и вести себя в соответствии с писанием нашим? Ведь и мусульмане называют нас людьми писания, как иудеев. Валентина Сортисон. В России я знала мусульмана, которые также молятся. Если ты православный и надела платок, то он тебя должен смирять. С мужчинами не спорить, а придя домой спросить у мужа, что непонятно. Наталья Иусатая. Потому что они апостола Павла ненавидят и о духе святом не имеют понятия никакого. Поэтому в Сирии они и показывают, как сжигают послания апостола Павла. Евгений Трапко. Ссылка. Советую видео к просмотру о нерешенных вопросах священства, о недостойном возрасте поступления в священство, 23-24 года, о проникновении волков священников в овечье стадо, о достойных пастырях священников в церкви, о чужих среди своих в церкви. В нерешенных вопросах. Слово проблемы заменили, уже люди начинают думать. Пожалуйста. Валентина Сартисон. В речах этого человека, рассуждающего о покрытии головы, я не увидела ненависти к апостолу Павлу. Он все говорит верно. В устыжении нас, людей Писания. Евгений Трапко. Да, в его словах об апостоле Павле и нет ненависти. Верно сказал, чтобы устыжить людей Писания. Для христиан такое обличение получить от мусульманина, это все равно, если бы ослица, не могущая говорить, заговорила с нами о Писании и вразумляла нас. Наталья Усатая. Это правильно. Все во свидетельство нам. Того, чем мы не делаем, они делают. Но это все внешне, поверхностно. Я много слушал от Качева. У него есть видео о суннитах, которые заматываются. И о нас. Всему должен быть предел. Не совсем, как мумию, заматываться. И нам это внедрять. Наталья Усатая. Дело в том, что большинство православных считает, что ихний Бог и наш Бог, это один и тот же. И многое они взяли от нас. Соблазняются и переходят к ним. У них жизнь лучше. Священники переходят к ним. Что больше всего меня удивляет. Продолжает. Платок как платок. А брюки и чуть покрытые подушки... Подушки. Подушки. Какие подушки-то? Наверное, на грудь, наверное. А? Грудь женская. Да какая подушка? На груди сидит, что ли, это? На чем человек сидит-то? Да чего там столько мягкого-то? Она никуда не употребляется, это место-то. Только для того, чтобы сидеть было мягко. Кости не продавливались. Подушки. Но никак. А когда вырастет, так же и будет выглядеть и плюс накрашенное. Валентина Сартисона. Мне нравится, как покрываются мусульманки. В аэропортах видела таких красавиц и любовалась ими. Мы у себя в храме, когда стали одевать два платка, то нас сильно не излюбила матушка. И так же сказала. Ну замотались в два платка. Один нос торчит. Матушка, священник. Жена. А это потому, что сама без платка подходит к причастию? Интересно. Я был в Лос-Анджелесе. И там был архиепископ Антоний Сенкевич. Мне говорили, из всех, которые... Тогда было 14 архиереев, русско-зарубежная церковь. Он самый строгий. И вот он причащает. И подходит бабушка. У нее на голове надо где-то сетка. Ну то есть, там ячейки-то больше, чем два пальца. Ну голая. Только волосы, чтобы не рассыпались. И накрашенная. А я ему говорю потом, а как же так вы ее причащали? Седые волосы. Видно, что за 70 лет и накрашенная, и без платка. Ой, это вдова, жена священника. Ну говорит, я причащаю ее, чтобы не оттолкнуть. Но если на ложечке останется краска, тогда я говорю, ну хорошо ли это, что другому я это теперь в рот буду давать краску. Только тогда. Да это ложечка, это бы я ее и проучил. Владимир, очень трудный период в жизни. Очень. Помолитесь за меня, пожалуйста, Игнатий Тихонович. Чтобы справился я с трудностями, пожалуйста. Простите, Игнатий Тихонович, за беспокойство. Благословен Господь, да благословит его. Вот. Теперь, это сегодня я немножко взял то, что они между собой разговаривали. А вот посмотри. Так. Я сейчас дам прочитать, что такое здесь. А вот прочитай. Роман Малыш когда-то написал мне стихотворение. Какие отношения-то были? Роман Малыш пишет. Семь футов под килем, морская душа. Всю жизнь прошагал без оглядки. Все делая только во имя Христа. Тому подтверждение заплатки. Свидетели, голуби, кошки, жена. Друзей перечесть мало часа. Для Бога работа, не ведая сна. Трудов многотомная масса. То есть такое расположение его было, меняется. Это я не менялся такое. Были труды многотомные, и все осталось. Что-то я не верю, что этого написал. Ты слово живое несешь городам, И селам несешь континентам. Твой голос звучит, и для сердца бальзам. Глаза открывай неверным. Награда Творца по ношению врагов за верность и правду оковы. Молитва семь раз, в 3.10 подъем, и снова в строю быть готовым. 3.10 я раньше вставал в Потеряевке, чтобы утром как-то дешевле тут интернет. Может быть и он писал, но прислал. Алло, вы не против? Мы запись ведем и выставим для интернета. Конечно, не против, озвучит ответ тот, кто на другом конце света. Гори, не погаснет и наш огонек. Светильники полном елея. Маяк, для слепших он очень далек. Сто крат умножай свое семя. Автор неизвестен, можно корректировать. Я подумал, что может быть только прислал он, а может быть это действительно он говорил. Что-то у меня еще было интересный материал про кошек. Прочитаем сегодня. Послушай внимательно про кошек. Так, коты Ленинграда в блокаду. В 1942 году осажденный Ленинград одолевали крысы. Очевидцы вспоминают, что грызуны передвигались по городу огромными колониями. Когда они переходили дорогу, даже трамваи вынуждены были останавливаться. С крысами боролись, их расстреливали, давили танками. Были созданы даже специальные бригады по уничтожению грызунов. Но справиться с напастью не могли. Серые твари сжирали даже тех крохи еды, что оставались в городе. Кроме того, из-за полчищ крыс в городе возникла угроза эпидемии. Но никакие человеческие методы борьбы с врагами, с грызунами не помогали. А кошек, главных крысиных врагов в городе не было уже давно. Их съели. Немного грустного, но честного. Поначалу окружающие осуждали кошкоедов. Я питаюсь по второй категории, поэтому имею право. Оправдывался осенью 41-го года один из них. Потом оправдание уже не требовалось. Обед из кошки часто был единственной возможностью сохранить жизнь. 3 декабря 41-го года. Сегодня съели жаленую кошку. Очень вкусно, записался в дневнике 10-летний мальчик. Соседского кота мы съели всей коммунальной квартиры еще в начале блокады, говорит Зоя Корнильева. Дальше. В нашей семье дошло до того, что дядя требовал кота Максима на съедение чуть ли не каждый день. Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Максима на ключ в маленькой комнате. Жил у нас еще попугай Жак. В хорошие времена Жаконин наш пел, разговаривал. А тут с голоду весь облез и притих. Немного подсолнечных семечек, которые мы выменяли на папино ружье, скоро окончились. И Жак наш был обречен. Кот Максим тоже еле бродил. Шерсть вылезала клоками. Когти не убирались. Перестал даже мяукать, выпрашивая еду. Однажды Макс ухитрился залезть в клетку к Жаконе. В иное время случилась бы драма. А вот что увидели мы, вернувшись домой. Птица и кот в холодной комнате спали, прижавшись друг к другу. На дядю это так подействовало, что он перестал на кота покушаться. Дальше. У нас был кот Васька, любимец в семье. Зимой 41-го мама года. Мама его несла куда-то. Сказала, что в приют, мол, там его будут рыбка кормить. А мы-то не можем. Вечером мама приготовила что-то наподобие котлет. Тогда я удивилась, откуда у нас мясо. Ничего не поняла. Только потом. Получается, что благодаря Ваське мы выжили эту зиму. Дальше. Глинский, директор театра. Предложил мне взять его кота за 300 грамм хлеба. Я согласился. Голод дает себя знать. Ведь вот уже как три месяца живу впроголодь. А в особенности декабрь месяц. При уменьшенной норме и при абсолютном отсутствии каких-либо запасов продовольствия. Поехал домой. А за котом решил зайти в 6 часов вечера. Холодина дома страшная. Термометр показывает только 3 градуса. Было уже 7 часов. Я уже было собрался выйти. Но ужасающие силы артиллерийский обстрел петроградской стороны. Когда каждую минуту ждал, что вот-вот и снаряд ударит в наш дом, заставил меня воздержаться выйти на улицу. Но при том я находился в страшно нервном и нелихорадочном состоянии от мысли. Как это я пойду? Возьму кота и буду его убивать. Ведь до сих пор я и птички не трогал. А тут домашнее животное. Все. Кошка значит победа. Тем не менее, некоторые горожане, несмотря на жестокий голод, пожалели своих любимцев. Весну 42-го года, послуживая, полуживая от голода старушка, вынесла своего кота на улицу погулять. К ней подходили люди, благодарили, что она его сохранила. Одна бывшая блокадница вспоминала, что в марте 42-го года вдруг увидела на городской улице тощую кошку. Вокруг нее стояли несколько старушек и крестились. А исходавший, похожий на скелет-милиционер, следил, чтобы никто не изловил зверя. 12-летняя девочка в апреле 42-го года, проходя мимо кинотеатра «Баррикада», увидела группу толпы людей у окна одного из домов. Они дивились на необыкновенное зрелище. На ярко освещенном солнцем под оконнике лежала полосатая кошка с тремя котятами. Увидев ее, я поняла, что мы выжили. Вспоминала эта женщина много лет спустя. В своем дневнике блокадница Кира Логинова вспоминала. Тьма крыс с длинными шеренгами во главе со своими вожаками двигалась по Шлиссербургскому тракту. Ныне проспект Обуховской обороны. Прямо к мельнице, где мололи муку для всего города. Это был враг организованный, умный, жестокий. Все виды оружия, бомбежки, огонь пожаров оказались бессильными уничтожить пятую колонну, объедавшую умиравших от голода блокадников. Как только была прорвана блокада в 1943 году, было принято решение доставить Ленинград кошек. Года вышло постановление за подписью председателя Ленинсовета о необходимости выписать из Ярославской области и доставить Ленинград дымчатых кошек. Ярославцы не могли не выполнить стратегический заказ и наловили нужное количество дымчатых кошек, считавшихся до тогда лучшими крысоловами. Четыре вагона кошек прибыли в полуразрушенный город. Часть кошек была выпущена тут же на вокзале. Часть была раздана жителям. Очевидцы рассказывают, что когда мяукающих крысоловов привезли, то для получения кошки надо было отстоять очередь. Расхватывали моментально, и многим не хватило. В январе 44-го года котенок в Ленинграде стоил 500 рублей. Килограмм хлеба тогда продавался с рук за 50 рублей. Зарплата сторожа составляла 120 рублей. Котенок стоил 500. 16-летняя Катя Волошина, она даже поставила блокадному коту стихи. Их оружие, ловкость и зубы. Но не досталось крысам зерно. Хлеб сохранен был людям. Прибывшие в полуразрушенный город коты ценой больших потерь со своей стороны сумели отогнать крыс от продовольственных складов. Кот-слухач. В числе легенд военного времени есть и история про рыжего кота-слухача, поселившегося при зенитной батарее под Ленинградом и точно предскажившего налеты вражеской авиации. Причем, как гласит история, на приближение советских самолетов животное не реагировало. Командование батареи ценило кота за его уникальный дар. Поставило на удовольствие, даже выделило одного солдата за ним присматривать. Кошачья мобилизация. Как только блокада была снята, прошла еще одна кошачья мобилизация. На этот раз Мурок и Барсиков набирали в Сибири специально для нужд Эрмитажа и других ленинградских дворцов и музеев. Кошачий призыв прошел успешно. В Тюмени, например, собрали 238 котовых кошек в возрасте от полугода до пяти лет. Многие сами приносили своих любимцев на сборный пункт. Первым из добровольцев стал черно-белый кот Амур, которого хозяйка лично сдала с пожеланиями внести свой вклад в борьбу с ненавистным врагом. А какой ненавистный враг? Кто? Ну, крыс. Да. Всего в Ленинград было направлено 5000 омских, тюменских и иркутских котов, которые с честью справились со своей задачей очистили Эрмитаж от грызунов. О котах и кошках Эрмитажа заботятся. Их кормят, лечат, но главное уважают за добросовестный труд и помощь. Несколько лет назад в музее даже был создан специальный фонд друзей котов Эрмитажа. Этот фонд собирает средства на разные кошачьи нужды, организует всяческие акции и выставки. Сегодня в Эрмитаже служат более полусотни котов. Полусотни, представь себе. Каждый из них имеет паспорт с фотографией и считается высококвалифицированным специалистом по очистке музейных подвалов от грызунов. Кошайшее сообщество имеет четкую иерархию. Тут есть своя аристократия, середнячки и чернь. Коты делятся на четыре отряда, каждый имеет строго отведенную территорию. В чужой подвал не лезу, там можно схлопотать по морде. Серьезно. Кошек узнают в лицо, со спины и даже со хвоста все сотрудники музея. Но дают имена именно те женщины, которые их кормят. Они знают историю каждого в подробностях. Вот видишь как. А почему не травят? Да потому что крысы подбирают и люди будут отравляться. Никак нельзя. Только так. У нас в деревне был наш кот, его вносили из одного дома в другой. Большие крысы. А его туда в подпол сажали. Там, говорит, такой рев стоял первый. Две-три ночи и чисто было. А на одном складе я слышал, рассказывали, ну ничего не могли сделать, только крыс. Ну и сказали, а вот такой-то кот. А крысы бросаются и кота задавят. Ну и вот тоже утром пришли, кота-то хоть там хвост от него остался. Смотрят, крысы лежат, больше десяти крыс задавлено, а кота нигде нету. А потом глядят, а там балка, он на балку залезет, а потом оттуда спрыгает, сразу задавил, опять туда залез. А крыса-то не может сразу так. Ну вот такое дело. Что тут? Нормально у нас все? Сколько время прошло? 47 минут. Все, слава Божию. Благодарю, Никита. Сейчас я покажу, кто у нас как-то еще занимается сегодня. Вот, Никита Андреевич Колесников, он считал. Так, здесь старается Надежда Васильевна, молится за нас. Правда, с одним глазом, но все-то проплакало глаза на молитву, видать, о родных и близких, которые нет. А это наш главный повар, Владимир Александрович Пащенко. Вот так. Ну, я сейчас буду голубей выпускать. Вот. Все на этом.